Народ, всем привет! Добро пожаловать в формат Велсапро. С вами Велсаком. Сегодня обсуждаем все самое интересное из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю. А именно, чиновникам запретили iPhone в очередной раз. Я уже, блин, сбился со счету. То запрещают власти, то уходит Apple, то снова власти, то Симонян говорит, что точно после праздников новогодних заблокируют. Потом американцы запретили ввоз смартфонов и любой другой техники дороже 300 долларов. Теперь чиновникам запрещают. Просто не недели без запрета несчастного iPhone. Это интересно обсудить. Вторая тема. Стива Джобса оживили. Причем сделали это с помощью ваших любимых нейросетей. И это настолько странно и кринжово, что я не могу про это не поговорить. Ну и самое, наверное, дикое, это то, что разбушевались инфо-цыгане, бегают по всему Дубайску, предлагают свои курсы заработать, немножко разбогатеть. И тут внезапно возбудилась ФНС. И такая, блогер Лерчик, иди сюда, Саша Митрошина, иди сюда. И хочется верить, что это только начало. Потому что, ну невозможно, эти инфо-цыгане везде. Гиды-гивы были в инстаграме, которые запрещены порицаем. Вот эта компания Мета, мы ее не любим. И это, конечно же, абсолютно дичь и трэш. Потому что, какого черта люди настолько тупые? Ну нельзя быть такими тупыми. Ну еще в Буратино вас всему научили, понимаешь? Что нету поля дураков, куда три золотых бросил, и тебе денежное дерево выросло. Что ты? Чему тебя может научить Саша? Прости, господи, Митрошина, вы вообще от дуп... Невозможно, народ. Так, Валя, подожди и не кипятись. Выдыхай, дыши спокойно. Что-то ты завелся с самого начала. Ну есть такое. У меня и подходящее умение есть. Могу включать успокаивающие звуки. Например, шум дождя или моря. О-о-о! Вот попроси меня включить пение птиц. Например, чик-чирик, ну? Включи пение птиц. Включаю пение птиц. О-о-о! Прикольно. Забавно еще, что есть несколько вариантов. Дальше. Вот такое хочу. Но вообще, если быть откровенным, меня успокаивает... Включи шум денег. Включаю Casinos & Gambling Sound Effects. Вот это хорошо. Заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить. Поехали. 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 Собственно, давайте начнем с новости коммерсанта. Нежелательные коммуникации. Сотрудников администрации президента попросили избавиться от айфон. Здесь очень простая история. Соответственно, был какой-то у них съезд в Подмосковье в начале марта. И сказали, что до конца, собственно, вот этого приятного весеннего месяца, к 1 апреля аккурат, нужно свои айфоны сдать, выбросить, отдать детям. Но сам факт того, что нужно переходить на дружественную систему Android. Дескать, айфон небезопасен. Ну, потому что, понимаешь, злобный Тим Кук может тебя что, прослушивать, может еще и подглядывать и вообще всякие страшные вещи делать. Как вы понимаете, говорю сейчас с неприкрытым сарказмом, потому что, ну, это, конечно, забавно звучит, что, типа, от айфона нужно отказаться в сторону андроида. Есть робкие разговоры о том, что у нас собственная система Аврора, в принципе, защищена и служит именно для того, чтобы секреты не утекали. И тут у меня целый комплекс вообще вопросов. Потому что, смотрите, мы пользуемся огромным количеством западной техники. Закладки, как выяснилось, те, которые там, жучки встраиваются на заводе, могут быть даже в чайнике. Благо Китай таким развлекается весьма уверенно. У нас, я не знаю, вроде истории не было, а в Ассашай они такие вещи нет-нет да находят. Зачем это сделано, для кого? Уже вопрос десятый, нас, обычных обывателей, не сильно волнующий. Сам факт того, что подслушивать тебя могут везде. Это раз. Во-вторых, вы пользуетесь, будь то андроид, либо еще другой смартфон, ватсапами и прочими всякими сервисами, которые, соответственно, если что, можно взломать, прослушать, подглядеть и что угодно сделать. Поэтому здесь говорить о комплексной безопасности не совсем понятно, зачем в таком ключе. Если у человека есть допуск к гостайне, если он занимается какими-то сложными вещами и не должен, соответственно, никак эту информацию наружу выносить, так, очевидно, у него вообще не должно быть телефона, который может эту информацию хранить, передавать и так далее. А если мы говорим о рядовом сотруднике, то, поверьте мне, iPhone намного более безопасное устройство, потому что там хотя бы нельзя поставить внезапно какой-нибудь аппликейшн, который, кроме всего прочего, окажется еще и фишинговой приблудой, которая сопрет пароли и сделает еще какие-нибудь захваты экрана неприятные. Потому что такое на андроиде, к сожалению, случается в силу архитектуры системы. Здесь даже нет смысла разводить холивар, и все это возможно. Более того, мы вам не раз показывали, что действительно iPhone, ну, не самое защищенное устройство, если мы говорим про профессиональных хакеров, которые ставят перед собой задачу вас взломать. Любое устройство можно взломать и получить доступ. Более того, часто это вообще не нужно, потому что подключается социальный инжиниринг. Люди сами, соответственно, сдают пароли, потому что всегда, постоянно, и я в этом ролике еще раз говорю, заботьтесь о своих паролях, меняйте их, усложняйте. Не записывайте на, не знаю, бумажки, не клеите их на монитор, в заметках тоже не надо хранить. Не помните пароли, храните их в специальных менеджерах паролей. Благо сейчас в операционных системах есть встроенные функции, есть специальные приложения. Все это можно сделать народу похрену, просто день рождения, в лучшем случае не свой, а какой-нибудь там чужой. Но это вообще вычисляется на раз-два. Многие до сих пор не доверяют облакам, потому что, а помнишь, iCloud взломали? И вот эту Дженнифер Лоуренс, или как ее, значит, фотки слили. Так они и в iPhone не взломали, и iCloud не взломали. Вы, если эту историю не читали, просто загуглите ради прикола. Фишка-то в том, что пароли просто подобрали. К их iCloud подобрали пароли. Тогда про двухфакторную аутентификацию особо никто не парился. И типа, ну, пароль и пароль, чё, кому нужны мои голые фотки, которые в iCloud хранятся? А хопа, оказывается, вот так бывает. Не хочешь, чтобы твои голые фотки кто-то нашел? Не делай голые фотки, или хотя бы их не храни. Не то что в iCloud, даже в телефоне, потому что получить доступ можно где угодно. Ты вот это все собрал, и потом приходит это новое еще. Давайте откажемся от iPhone, потому что он, возможно, весь из себя такой небезопасный. Да пожалуйста. В общем, наша-то задача, если чиновник какой-нибудь без iPhone, нам-то только в счастье. Мы только и рады. Сегодня, опять же, в 23-м году, вот ты берешь какую-нибудь Galaxy S23 Ultra, или просто базовую версию без всех этих страшных приставок, и не страдаешь. Посмотрите свежий ролик Арсении, где он сравнивает, собственно, iPhone 14 Pro Max с этим самым, последним, самым навороченным Samsung. И его вывод очень простой. Да, есть определенные страдания, когда ты после годов использования одной системы переходишь на другую, но так за неделю-две-три ты привыкаешь, и вообще потом особо не паришься, потому что приложения те же самые, все работает плюс-минус так же. Да, есть определенные архитектурные изменения, у тебя кнопочка назад работает по-другому. Так я еще раз говорю, человек такой существо ко всему привыкает. И благо, знаешь, уж тут не надо выпендриваться. Заменить iPhone 14 Pro Max на топовый Samsung ни хрена себе. Понятное дело, что люди, которые будут избавляться от iPhone'а, будут переходить не на Realme, прости господи. Хотя это тоже хороший телефон, мы ничего против него не имеем. Вопрос о том, что новость сама по себе какая-то непонятная. Понимаешь, зачем? Мы в очередной раз докопались до iPhone'а. Я не то, чтобы его защищаю, как вы понимаете. Мне что тогда, что сейчас Team Cook не платит? Меня просто сама постановка вопроса веселит, потому что если бы не iPhone, новости бы вообще не было. Да, iPhone, несмотря на всю ситуацию, до сих пор это генератор трафика. И когда говорят iPhone и слово запретить, люди приходят. Даже вы, я уверен. Вот поставьте лайк этому видосу, если вы пришли на этот видос и кликнули только потому, что прочитали, что в очередной раз запрещают iPhone, теперь уже вот, соответственно, в таком ключе. Потому что людей это волнует, людей это будоражит. И этим пользуется коммерсант, этим пользуюсь я. И это замечательно. Чем больше будут запрещать iPhone, тем нам лучше. Потому что для нас это лишний раз поговорить. И мы сможем, соответственно, еще немножко трафика выжать из этой истории. Какая в этом практическая ценность? Да никакой. Абсолютно. Еще раз. Потому что если человек переписывается в WhatsApp'е с iPhone'а или с Android'а, никакой нахрен разницы нет. Это вопрос культуры, понимаешь? Чтобы не сказать то, что не надо. Не писать то, что не надо. И так далее, и так далее. Нужно вообще помнить о своем цифровом следе. Об этом тоже очень мало задумываются. И я лично считаю, что мы отдельно об этом поговорим как-нибудь. Но здесь просто вброшу два слова и три мысли. Смотрите. Когда появился интернет, все охренели от вседозволенности. Да, помните? Заря интернета можно все. Вау. Ограничены только технической скоростью интернета и прочими. А так вообще делай, что хочешь. Потом, когда все это начало на встречных курсах двигаться, и люди поняли, что там можно творить страшное безобразие, появилось какое-то желание все это регулировать. Где-то переезжали, где-то закрутили гайки, но в целом как бы устаканилось. И сегодня, когда люди пишут в интернетах всякое нелицеприятное, они даже не задумываются о том, что через 10 лет они, возможно, станут совсем другими людьми. Они обзаведутся какой-то там карьерой, какими-то там интересными, короче, движениями. И это все всплывет. Далеко за примером ходить не надо. Джеймс Ганн, который писал в Твиттере какие-то там всякие гомофобные российские, я уж не помню, какие-то истории. Ну, типа шутейки. А ему это все припомнили, и он чуть не отлетел от режиссирования очередных Стражей Галактики. Вроде это все замяли, замечательно и хорошо. Совсем свежий пример. Один из создателей Рика и Морти, да, его обвинили там в домашнем насилии, потом обвинение сняли, но, соответственно, там ситуация закончилась хорошо, потому что человека оправдали, и это замечательно. Но интернет, вся эта хренобобель, она вот так работает, понимаешь? Надо очень четко понимать, какой цифровой след ты оставил, чтобы потом просто не краснеть и не остаться без работы и средств к существованию. Помните об этом, но мы об этом как-нибудь еще отдельно поговорим. Простите, я тут вклянюсь, но это необходимо сделать, потому что повод очень важный. Так. Я просто хотела напомнить тебе, чтобы ты не забыл разыграть Яндекс.Станцию Мини-2 с часами. Есть у меня такая вот приятная, красивая, как вы любите. И действительно, мы продолжаем эту приятную традицию разыгрывать Яндекс.Станции в нашем Телеграм-канале. Так что в описании переходите, на ссылочку нажимайте, кнопку участвовать в Телеграме тыкайте, и все произойдет через неделю, кто-то из вас получит вот такую вот приятность в очень-очень приятном цвете. Называется просто красный, здесь, да, в случае без каких-то сложных конструкций. Это действительно классный гаджет, который вам точно пригодится. Участвуйте, побеждайте. Ну и нажимайте лайк, там, подписывайтесь, это тоже важно, полезно, потому что без этого YouTube нынче не работает, да. Это как топливо, соответственно. Если вы не проявляете активность, мы никуда не едем. Стива Джобса оживили. И звучит это так же крипово и странно, как и есть на самом деле. Значит, разработчик по имени Джон Эйч Мэйер в Твиттере поделился следующей историей. Он создал проект под названием Forever Voices. Как он говорит, это связано с умершими родственниками. По-моему, у него отец скончался. И он подумал, а что, если бы была возможность с ним общаться? Что для этого нужно? Вы берете пример голоса, да, чем его больше, тем лучше. Вы обучиваете нейросеть, соответственно, на этом голосе, чтобы он звучал похоже, в идеале так же. Вы подключаете чат GPT, можно четвертую версию, свеженькую, недавно вышла, сейчас все сходят с ума. Типа, чат GPT 3 была охрененная, а 4 вообще что творит? Ну и дальше вам нужно средство коммуникации. В данном случае выбран Facebook Messenger. Опять же, Facebook, компания Meta, в России запрещена, экстремистская организация, вот эти все дела. И получается следующая конструкция. Он обучил нейросеть на голосе Стива Джобса. И теперь в Facebook Messenger ты можешь задавать ему любые вопросы, он на них отвечает. И вот как это выглядит. Прикол еще в том, что тембр голоса, соответственно, изучен нейросетью, и дальше она может общаться на любом другом языке. Сейчас поддерживается 20 там с чем-то, вот, например, испанский. Да, пожалуйста. Сам Джон говорит, что у него пока нет планов релизить эту всю историю, но дело в том, что повторить ее несложно. Если даже он это не сделает, вполне может подтянуться кто-то еще. И представьте ситуацию, что у вас есть видеоархив, а с учетом того, что современные смартфоны достаточно давно уже развиты, видеозаписей со своими родственниками у вас может весьма много быть. Вы все это загружаете в нейросеть, она копирует голос. Дальше чат GPT, соответственно, можно также обучать на текстах конкретного человека, чтобы она общалась не просто, ну, сознательно отвечала, а говорила в стиле конкретного человека. И дальше вы коммуницируете с ним, ну, в данном случае через Facebook Messenger, а можно, например, через голос, еще что-то. Все это приходит к тому, что вы ставите какую-нибудь рамку с умершим родственником и общаетесь с ним. А потом можно еще его визуализировать. Даже вот тут региональное телевидение российское таким образом реализовало прогноз погоды. Там Снежана Туманова, короче, рассказывает прогноз погоды. Выглядит пугающе реалистично. Просто берешь Ленина, оживляешь и давай с ним обсуждать все вот эти свои какие-нибудь вопросы или еще другие вещи. Или тупака, понимаешь? Хочется, чтобы тупак что-нибудь тебе зачитал. И это, на самом деле, с одной стороны впечатляет, как технология здесь и сейчас просто... С другой стороны, это дико кринжово. Это очень странно. И, скорее всего, тоже будет как-то регулироваться. Потому что, конечно, в этом смысле здесь огромное количество всяких мошеннических схем и движений. Это вам сегодня звонят из службы безопасности ВТБ и всякие там следаки. И вы шлете их нахер, потому что понятно, что это мошенники. А завтра вообще непонятно. Потому что может позвонить такая нейросеть, что ты хрен отличишь ее от настоящего человека. И в этом смысле как позитивные вибрации, да, очень мощные, так и негативных всяких проблем может быть до хрена. Потому что точно это нужно как-то регулировать. Adobe в свое время реализовала, по-моему, звуковой движок, который может имитировать голос конкретного человека. Причем ему для непосредственного обучения нужно там вообще фрагменты. Там не нужно начитывать часовую какую-нибудь книгу, чтобы система поняла, как ты говоришь. Достаточно небольшого фрагмента. И они как раз тогда на одной из своих конференций сказали, что это настолько сложный, настолько комплексный инструмент, что мы пока не знаем, как дать его людям. Потому что это может привести к катастрофическим последствиям. Потому что тут мы знаем всякие пранкеры иногда творят грязь. А представляешь, если тебе прям позвонит похожий человек, в смысле по голосу, по манере речи. И даже не нужно пытаться угадывать, что он говорит. Нейросеть все знает, все умеет. Здесь и сейчас у нее весь интернет в доступе. Она, если что, все расскажет. Короче, мне кажется, с точки зрения технологий это мега круто. Посмотрим, к чему это все приведет. Но я подумал, что надо срочно, буквально вот прямо сейчас этим озабочусь, запилить нейровелсакома. Поэтому если кто-то имеет какие-то наработки, если кто-то сотрудничает с соответствующими компаниями, если кто-то может подсказать, помочь, пишите нам на почту. Я с удовольствием подключусь. Что я хочу? У нас есть чат GPT-4, который будет отвечать непосредственно за условно написание сценария за текст. Нам нужен голосовой движок, который будет воспроизводить мой голос. И нам нужно как-то меня визуализировать, отцифровать, чтобы нейросеть в данном случае несложная конструкция. Вот так вот, сидя на кухне, просто что-то говорила. И я хочу, чтобы у нас вышел полноценный нейровидос. Написанный нейросетью, отрисованный нейросетью, зачитанной нейросетью. В смысле, разговаривает тоже она. Мне кажется, с точки зрения технологий это будет круто. Постараюсь это реализовать. Не знаю, насколько это все возможно прямо сейчас. Я думаю, что в коммерческом использовании таких штук еще не очень много. Потому что тоже ведущая прогноза погоды, это просто моделька, которую взяли с конкретного сайта. Такие сервисы уже есть. Можете пользоваться. Welcome. Да, говорить немножко компьютерно, но это сегодня, а завтра чуть лучше. И опять же вопрос, какой конкретно сервис ты используешь. Есть такие, которые хрена отличишь от настоящего человека. Вот возьми ту же Алису. Она настолько уже интересно говорит с выражением, с эмоцией, что иногда диву даешься. Насколько реалистично это звучит. Мы с вами буквально недавно обсуждали. Вот помните, день рождения Алисы отмечали. Ей всего... Вот столько. Ой, вы же не видите мои электронные пальчики. Как настоящая женщина такая. Я, говорит, не буду тебе отвечать. А тем временем ей всего 5 лет. Кажется, что она была уже все это время. А на самом деле вот такой гигантский прогресс за не такой большой срок. Напишите в комментариях, что вы думаете вот конкретно про эту тему. Потому что мне кажется, что в этом реально что-то прикольное есть. Но зловещее тоже присутствует. Тут же, конечно, вспомнили очередную серию Черного зеркала. Если я ничего не путаю, во втором сезоне подобное что-то было. Короче, если вчера это было художественное вымысело, то сегодня это суровая реальность. А что будет завтра? Вот когда Кэмерон Скайнет придумал, понимаешь, казалось, ооо, вот такой вот искусственный интеллект, терминаторы, роботы. Все будет намного, намного проще. Просто вам Яндекс.Еду отключат, и вы все погибнете от голода. Нет, этого не произойдет. Кстати, была интересная история. Стою в пробке, еду на студию, и как обычно выбираю еду. Такой думаю, что бы себе вот такое вкусненькое заказать. И непонятно, потому что пицца, суши, мясо, там, блины, что угодно. Короче, вот это проблема. Знаешь же, есть проблема. Что хочу, непонятно. Вот все, вот вроде как бы уже все перепробовал, но что не хочу. Опять же, понимаешь, что бы ты не любил, как бы ты вкусно не ел, все равно хочется чего-то нового. Опять же, человек такое вот бестолковое существо. Я сижу мучаюсь и думаю, блин, была бы крутая история, если бы можно было нажать кнопку «Мне повезет», и она хлобысь, и тебе предложила какой-то вариант. Лучше бы, чтобы заказала, и тебе даже не сказала. Такая, вот, смотри, сейчас приедет, и вы, извините. Ты уже как бы кнопку нажал, совсем согласился. Но я думаю, что реализовано это будет немножко в другом ключе, то есть, чтобы ты мог все-таки понимать вообще, в какой блудняк ты вписываешься. Так вот, я писал это в нашем телеграм-канале, подписывайтесь туда. Это увидели ребята из Яндекса и сказали «Вуаля, если ты соберешь что-то 10 тысяч лайков, мы сделаем и тебе дадим». И мы собрали 10 тысяч лайков, и тогда в комментариях писали «Выглядит подозрительно, что-то как-то очень складно-ловко у вас вышло». На самом деле нет, мы ничего специально не готовили. Ну, так вот работает интернет сегодня, хотите верьте, хотите нет. В общем, если ребята из Яндекса реально реализуют такую фичку в Яндекс.Иде, будет, я уверен, будет пользоваться спросом. Потому что, кроме шуток, ну не знаешь. И огромное количество ресторанов, кухонь, блюд и прочего разного пролетает мимо тебя просто потому, что ты вот по какой-то своей парадигме действуешь. И, ну вот как-то вот ты, я лично, знаете, не очень люблю экспериментировать. То есть я как бы хочу, но боюсь. Но при этом хочу. И вот если такая возможность будет реализована, я уверен, что я для себя открою что-нибудь новое и, возможно, расширю свои гастрономические горизонты. Потому что они, на самом деле, достаточно зашоренные, такой типа, вот есть стандартный набор продуктов, их и едим. А в мире столько всего интересного, попробуем. Собственно, инфо-цыгане, наши с вами любимые, я, честно, не знал, я охренел. Заходишь на Википедию Гусейна Гасанова, и там в разделе скандалы написано, знаете что? Курс о мышлении миллионера стал скандально известен в июле 2021 года, после того, как блогер вел соком, это я, заявил, что заплатил средства за приобретение курса, но в итоге никаких курсов не состоялось. По словам блогера, на сайте Гасанова даже не было показано, что обучение состоялось. Согласно мнению газета.ру, если подобная ситуация произошла не по техническим причинам, а по чему-то умыслу, это могло быть квалифицировано как мошенничество. Собственно, да. Кроме шуток, мы купили курс Гусейна Гасанова, и нам не пришло ни письмо, ничего. Когда я зашел на сайт, оказалось, что курс уже завершен, спасибо, до свидания. Да, потом, после факта, мы каким-то образом вычленили эту программу, посмотрели, поняли, что это туфта полная. И, вы знаете, удивительно, что люди до сих пор на это ведутся. Всевозможные неприятные люди, типа Михаила Литвина, рассказывают вам про крипту, про орбитаж трафика. Хочется просто каждого из них взять, вот так вот загурнуть, блять, блять, об стену, блять. Потому что я считаю, что это очень-очень плохо. Даже если конкретно инфо-цыганство не квалифицируется как мошенничество, в этом вроде как ничего такого нет. По факту, это тупое оболванивание собственной аудитории. Даже если бы это было чисто вот оболванивание, ну, ничего страшного. Вот такой контент. Но это же чисто разводняк, это же чисто попытка заработать на своей аудитории. Забавно, как эти люди потом покупают индульгенцию в виде, а я сбегал в приют, помог сиротам, и вот смотрите, я снова хороший. И люди на это ведутся, и этим пользуются очень-очень многие. И я сижу, думаю, почему вы такие тупые? Почему вы настолько верите всему, чему только можно? Реально, даже Буратино был не такой тупой, как многие люди, которые берут кредиты, рассрочки. Охренеть, мы продаем кольца, да, понимаешь, кольца платежные. И люди такие, типа, ну, там МТС-банк, ну, хрен его знает. И эти же люди потом покупают курсы у Саши Митрошиной, как разбогатеть за 80 тысяч рублей. Что с вами не так? Реально, вы что, правда, думаете, что можно, сидя на диване, просто послушав какого-то стрёмного чувака в интернете, заработать деньги? Нет, заработает только он. Ладно бы их было, ну, там, ничтожно мало. Это тысячи людей, которые приносят сотни миллионов денег. Блогер Лерчик, понимаешь, заработала на чём? На колесе фортуны. Сидишь со своими конкурсами, понимаешь, мне постоянно предъявляют, говорит, валя, где отчёт? Айфон выиграл, кто выиграл айфон, непонятно. И ты сидишь и думаешь, блин, надо как-то людям объяснить, вот, чтобы там победитель вышел на связь. При этом блогер Лерчик говорит, колесо фортуны, покупай мою мудовую косметику, крути колесо фортуны. Мы дарим машины, квартиры, кому, чё, куда, тысячи призов. Я уже не раз об этом говорил, у нас есть специальный человек, который отправляет призы. Саша, он уже посидел, понимаешь, он уже охренел. Потому что это не важно, это очень сложно. Понимаешь, у нас там в месяц, типа, несколько призов мы отправляем. Он общается с людьми с победителями, он логистически всё это организует. Он охреневает каждый раз, потому что это тяжёлый процесс. И при этом какой-нибудь очередной блогер в Инстаграме. Я разыгрываю 100 айфонов. Ты 100 айфонов в глаза хоть раз видел, да невозможно их разыграть. Невозможно. Я как-то раз пытался разыграть, я уж не помню, сколько у нас было. 30 Airpods, я сломался на второй неделе. Потому что невозможно это всё просто организовать и заменеджерить. Это так не работает, понимаешь? И вот ты сидишь и такой, да как это так? Я не то чтобы, знаешь, тебе сильно... Мне многие писали, типа, а тебе не обидно, да? Что Митрошина зарабатывает столько, что у неё только претензии ФНС по налогам на 120 миллионов рублей. Ты можешь посчитать, да? Сколько там? 6-7% платёж по ИП, налог, соответственно, вот прикиньте, да? Умножаем, получаем миллиарды, миллиарды рублей люди зарабатывают на инфо-цыганских курсах. Живут в Дубае, летают в части и так далее. Да и флаг им в руки в целом. Хрен бы с ними. Мне даже не сильно обидно, потому что я с этим миром вообще никак не пересекаюсь. Мне пару раз предлагали записать подобный курс. И предлагали охеревшие деньги, серьёзно. То есть это прям большие деньги. И вы понимаете, что для этих людей там 10, 20, 30, 40 миллионов – это не цена вопроса. То есть типа вот тебе бабло, от тебя требуется 3 съёмочных дня. 3, понимаешь? Вторник, среда, четверг. Ты приехал в студию, прочитал с суфлёра какую-то полную требуху, которую тебе написали другие люди. Это всё оформили в какой-нибудь 20-часовой типа инфо-курс, потому что даже не всегда ты в кадре, потом появляются какие-нибудь эксперты, которые всё знают. И дальше это продаётся задорого на сайте. И люди идут, и покупают, и такие – ууу, я научусь, я смогу, я заработаю денег. Мышление, блядь, миллионера. Я реально, я просто не понимаю. Я не понимаю, как это работает, понимаешь? И главное, ладно бы они один раз. Тот же Литвин. Каперская херня. Ещё какая-нибудь история. Каждый раз выходит сухим из воды. Как? Ну учи, мастер, понимаешь? Вот просто хочется сказать, если бы я был тоже таким инфо-цыганом. Это фантастика. Меня вот эта тема уже несколько лет просто убивает в нашем ютубе, как это происходит. И самое дикое – почему наши правоохранительные, простите, органы, не занимаются этим вопросом от слова совсем? Ну потому что это реально мошенничество в полный рост. Неужели никто не пишет заявы? Неужели людям настолько стыдно, что они поверили в эту хреновину, что они даже не идут писать заявление в полицию? Как? Как? Ладно, налоги. Ну хрен с ним. Хотя там тоже вопросы. Там какие-то мутные схемы, типа обналы, там уход от налогов. Ну может быть, не знаю. Но выглядит очень странно. Вот вдруг внезапно докопались до всех этих ребят, а они, главное, уже сидят давно в Дубайске. И они сюда никогда не вернутся. И, соответственно, ну попробуйте взыскать с них денег. Окей, давайте, welcome. Я в***ю. Реально. Вот меня просто поражает сама вообще суть всего этого, понимаешь? Но есть мелкие мошенники, что-то там кому-то обещают, что-то там кого-то что-то пытаются развести. Но тут реально, и они ни один, ни два, ни три, их десятки. При этом какая-нибудь Блиновская, которая просто жидко обосралась на интервью у Собчак, потом продолжает заниматься тем же самым. Казалось бы, все, тебя поделили на ноль, ты все, уже отработанная, понимаешь, труха. Нет! Вот тебе хлобысь и поехали заново. И мы снова дышим маткой, мы снова занимаемся какими-то самообразованиями. И что там они еще делают? Мечтают о прекрасном. Ебать! Включи шум моря. Включаю шум моря. Нет. Дальше. Во! Ну потому что это невозможно вообще вывести. Представляю, как сидит Митрошина где-нибудь в Дубайске на море. И главное, все эти девочки, женщины, мальчики, в общем-то, наверное, не супер плохие люди. И еще раз, у меня к ним нет особых претензий. Вы знаете, что я вообще самый, блин, неконфликтный чувак в интернете. Ко мне постоянно кто-то пытался докопаться, что-то предъявить. И сейчас сидишь и смотришь, мне предъявляли за то, что я Самсунга рекламировал как-то не так, понимаешь? Люди натурально разочаровывались в велосокоме такие, ходили и такие. Ты, понимаешь, вот Самсунг не так. И они же потом шли к Блиновской, к Митрошиной, к Лерчику, покупали курс за 80 тысяч рублей. И верили в то, что их научат быть успешными и счастливыми. В принципе, мне таких людей не жалко. Их жизнь наказала, и они получили свой самый ценный урок. Заключается он в чем? Правильно. В том, что без лоха и жизнь плоха. И это, к сожалению, мантра, эта доктрина никуда не денется. И она будет с нами еще долгие-долгие годы. И самое печальное, что все эти неприятные люди умеют что-то правильно изворачиваться. Закроется эта тема, начнется другая тема. Я лично считаю, что если наше государство реально хочет что-то полезное сделать, то это вот тот реально случай, когда пора бы это как-то регламентировать, понимаешь? Потому что, ну, не положено, чтобы люди, которые 20 с хреном лет опыта ни хрена, ничего из себя не представляющие, учат кого-то, чему-то и так далее. Я считаю, что педагогическая образовательная деятельность должна соответствующие иметь гарантии и так далее. Ну, потому что, ну, как иначе? Ну, если вот настолько это все. С другой стороны, ну, это твои деньги, это твоя жизнь, трать их на что хочешь. Кто-то вот фифу донатит, как я, тоже сумасшедший дебил, понятное дело. Кто-то, соответственно, покупает курсы. Ну, ну, как так? Как так? Ладно, об этом можно много говорить, если вам эта тема интересна. Можно более структурно это все как-то попытаться собрать в какую-то конструкцию. Но я лишь просто немножко так пар выпустил, потому что, еще раз, по большому счету, для меня это маркер. Если человек купил курс у подобных ребят, лучше с ним не то что дела не иметь, наверное, даже лишний раз общаться опасно, потому что чертю знает, к чему все это приведет. Поэтому выбирайте с умом свой круг общения, друзья мои. Пока.